короче смотрите есть вообще экономика да там много чего сделать и называется условно цифровая экономика это цифровая экономика общем там пар терминология писал да и есть критерий который вот как бы я предлагаю может быть его имеет смысл как от института предложен критерий цифровой платформы это некий инструментарий для ведения различной деятельности да то есть по экономике по социальным делам культурным делам образовательным делам прочь разные это необходимо все разработать это необходимо токенизировать и необходимо нам как бы показать кейсы как это все работает ну прежде чем заказчиками как бы общаться значит есть вопрос сервисов и в основном речь идет про сервисы это чего ну как бы вот сайт заходишь нажал кнопку она исполнил сервис выполнил свою функцию все замечательно платформы это в основном для айти и вот давайте я нарисую картинку есть некая звук платформы плоскую некую часть платформы на которую уже наслаиваются дополнительно всевозможные там механизмы механизмы сервиса которые уже для людей различных целевых аудитории выполняет функции так вот платформу по сути ее не видят люди они взаимодействуют с непосредственно с какими-то сервисами либо со своими мобильными телефонами функциями которые нужно да да вот платформа сама по себе с точки зрения айти это протокол вот ну плюс там баз данных и api протокола пить чуть-чуть разные вещи но в общем примерно то есть протокол передачи данных между вот этими различными сервисами непосредственно с клиентами которые взаимодействуют и api взаимодействие там программа программном уровне функции вот и плюс баз данных значит баз данных внутри сервисов ну как бы свои там любые и какая-то публичная база данных вот которую про блокчейн вот это может быть распределенный реестр с анкерингом блокчейн либо просто в блокчейн отличие в чем распределенных реестров от блокчейна том что распределенный реестр не гарантирует неизмену неизменность данных на самом деле вот обучение гарантирует неизменность но был чем платная штука распределенный реестр можно сделать условно вот и есть гибридные так вот у станислава почему я пригласил него есть наработки по поводу ерб есть ерб с открытым исходным кодом которая служит для автоматизации бизнес-процесса когда мы говорим о том что у нас есть некий целевая аудитория значит разные образовательные вот я говорю сейчас в данном случае про предприятие берем предприятие предприятие есть владелец лучше вот есть как бы различные участники там логистические перевозчики там целая цепочка производственная цепочка в этой производственной цепочки необходимо управлять в этим производственными делами ерп призвана внутри предприятия управлять этим предприятием как бы система управления дальше ерп состоит из множества множество модулей и есть предприятия которые могут интегрироваться между собой на каком-то едином протоколе протоколы сейчас делают в виде бумажного носителя с какими-то рукописными закорючками это не протокол передачи данных для компьютеров то он ни хреново оцифровывается медленно работает вообще там с ним проблемы вот необходимо айти протокол значит который фактически автоматизирует вот эти вот договоренности виде бумажных носителей д но автоматизирует чтобы они исполнялись автоматически быстро ну и надежно и плюс еще как бы автоматически в случае возникновения если там это не в судебные какие-то бежать и там заполнить долго а нажал кнопочку и дальше по скриптам посмотрю историю посмотреть это самое простое вообще скрипты желательно чтобы исполнялись автоматически то есть в случае если в соответствии с договором значит не было предоставлено этот товар он не пришел сюда то деньги со счета автоматически снимутся и перед ведутся для этого в суд идти не надо тем не менее надо понимать о том что скрипт сам по себе не является просто как бы инстанции последней инстанции поэтому всегда надо иметь возможность прийти в некое учреждение вот который ну арбитраж сначала внутренний арбитраж а потом какой-то юрисдикции ну если мы здесь в российские юрисдикции на российский арбитраж для решения споров между предприятиями между юрлицами значит между юрлицами по идее можно предлагать ну интегрировать либо устанавливать тем кого нету ерп на базе воду вот в которой дополнительные модули в виде связки с вас данных там с блокчейном токенизация активов передача этих токенизированных активов между предприятиями вот тут протокол нам экономический нужен вот и все это ну на самом деле там как бы объединяется большую экосистему экономическая система не биологическая система а экономическая значит идет речь о токеномике токенизации активов до об автоматизации бизнес-процессов то есть внедрение ерп систем да куда включается рынки там и прочее прочее ну как бы и предоставление сервиса уже ну как бы ерп систем это и есть сервис но она ставится внутрь предприятия то есть это не внешний сервис хотя можно как облачный принципе но по запросу для маленьких скорее всего как облачный там да на самом деле любые варианты могут быть то есть с точки зрения программного кода тем более открытого то есть там модульная структура и она очень хорошие на самом деле смотрел написано на питоне ну там баз данных по стресс используется но для того чтобы децентрализованы там привязывается ну там либо ipfs либо там другие то есть в принципе можно привязать любого но речь о чем внутренние бизнес-процессы которые как бы не надо никому показывать их вести конечно свои собственные базы данных и никому не показывать но когда идет речь взаимодействие между предприятиями вот тут вот важно эти договоренности куда-то записать и так чтобы они надежно были записаны здесь есть два основных варианта как не видится первый вариант это мы записываем данные блокчейн как бы записали здесь подтвердили все нормально второй вариант мы используем какой-то сервис может быть там добротех например свою фирму создали предоставляем сервис закрытую базу данных вот это распределенный реестр но дополнительно мы пишем хэш ну то бишь состояние базы данных уже в блокчейн который подтверждает что эти данные неизменны обновлять ну естественно там через каждый час там через каждый день анкеринг называется это то есть это функция которая гарантирует то что данные неизменны и сами данные мы не публикуем они как бы закрытые секретные но мы гарантируем о том что они неизменны вот это функционал который от института развития экономики я бы на самом деле предлагал как правильный проект продукты вот и собственно нам необходимо кейсы реализовывать мы эти кейсы можем сделать как раз с помощью уду то что я сейчас рассказываю это первый раз рассказываю в рамках сердце не уверен то что здесь проект вообще кто-то что-то говорил здесь в основном говорят о том что как бы мир вперед так далее вопрос конкретно чудел значит дело встречаться до вопросу продавать то есть в чем заключается сам продукт идти продукт на мой взгляд он заключается в том что это программный код который вполне может быть аду с дополнительными модулями фиксации блокчейн и собственно в этом интересы состоит и может быть и рц это тоже перец как бы есть технические компетенции есть компетенции маркетинга по продаже так вот правильно называть слова для того чтобы купили те же самые бизнес-правильные предприниматели и на мой взгляд абсолютно бесполезно продавать токенизацию потому что но они не понимают токены ну вот а продавать скорее нужно автоматизацию и действительно либо оптимизацию либо уменьшение расходов там увеличение доходов ну чем такое вообще желательно вообще привлечение инвестиций типа берешь деньги сейчас а обязательства выполняешь потом вот ну по поставленной продукции вот на мой взгляд на краудфандинг хорошо смотри есть люди людям начнут продать там силы кинес в общем так или иначе в общем автоматизировать процессы далее есть варианты как там зайти еще предложить ну вот это некая цепочка получается цепочку это наверное надо типа сначала попробовать поиграться а потом же бизнес конечно нас на будущем ну как бы я смотрю на картину будущего до будущего там у нас вся цифровая экономика токенизированы все эти бизнес-процессы как бы рыбономика да и как бы роботы там выполняет то есть и заказ закинул в роботу робота весь шел на заказ вот но пока мы до него доживем на сначала что-то сделать поэтому разработка вот это не при маркетинг все-таки я говорю с ним человеческий язык да а это анти значит это программный код как это программно реализовывать здесь вот понятно что это протокол это блокчейн и это роботы значит новый интернет of things тесно интернет вещей да которые датчики то есть необходимы данные большие данные для аналитики ну короче вот эти все технологии искусственный интеллект как алгоритму до который позволяет это к делу как-то автоматизировать в более гибком до подходит чем как бы жестко только так и не обойти да но я имею ввиду для роботов если робот идет а тут препятствия вот это конечная точка куда мы там идем теперь как мы идем с точки зрения идти необходимо разработать вот эта ресурсная карта это игра в которой можно записать как минимум чего могу чего хочу самый простой вот сюда начали следующий этап будет автоматизация следующий так далее потом надо как-то управлять этим и вот тут ехать потому что когда идет речь про предприятие ну типа про производство там производственные процесса это как-то надо учитывать дальше и сер серый белый правильно белую часть можно блокчейн серый не надо пучей я не виду и опубликовать но необходим инструмент взаимосвязи потому что в серую все равно делаются дела точно так же то есть есть договоренности должны исполняться охвата должна проходить естественно она проходит не через банк она проходит либо через кэш либо другими путями вообще готов через криптовалюту для того чтобы криптовалюту нам необходимо стаблкоин то есть здесь еще стаблкоин напрашивается и вот и получается целая цепочка ну сейчас миле там глобал дэн юрий гублин может быть это xdr то есть применить то есть механизмы дальше пошли но начинаем с первого вот и вот на этом этапе на данный момент как бы есть разработка там довольно простая виде сервиса следующий этап это показывает того чего может вообще говорят институт